Лепши по профессии. Такое звание по выниках работы за минулый год отримала инспектор криминально-выконавчая инспекции милиции громадской безопасности отдела внутренних справ Гомельского района Канкама Наталья Бейзерова. Наш корреспондент Марина Джалая погутерила золотальницей из Нагороды и доведалася, что самое складанное, а что наибольшь приемное у працовных буднях женщины-милиционера. На этой посаде Наталья Бейзерова четыре года. У всех органов внутренних справ ровно десять. Она могла працовать абсолютно в иншей сфере, бо скончила сельско-господаршую академию. Военную службу замест грамадянской обрала папра по новому мужу, який на той момент працавал в милиции и ни разу не пошкодовала. Зараз ее гонориться не только мужа Ледвежу, а маль дорослые дочки. Супрацовник инспекции каже, что их коллега добра, чула, отказанная и вельми добросумленная. Поэтому лепшим инспектором выбрали минавитое ЕЕ. Личит, что просто выконываю свою работу и радуется любым поспехам. Радостно, когда люди, которые у нас состоят на учете, уже более к нам не попадают. То есть это было единожды, там может быть ошибка в их жизни. То есть отбыли наказание, погасилась у них судимость. И мы с ними встречаемся только где-то на свободе. И они уже не в наших стенах и где-то не в стенах нашей системы. Только мы завершили интервью, Наталья Безерова вернулася до выконания своих службовых обовязков. В актовой зале начиналось профилактическое мероприемство для осудженных. На этот раз по гуту Рыдзиме и при необходимости до помощи пришли наркологи и работники прокуратуры. Усяго инспекция контролюет выконание покарания по десяти артикулах. Тех, кто вернулся с места позбавления воли, необходимо держать в поле зроку от одного года до восьми годов. Великой складанностью тем, чтобы растумашить таким людям, что чтобы наладить жизнь, нужно и самим прикласти намагания. Но часто стараются на дворот. Они привыкли, что живут за счет мам своих, жен, которые работают. И постоянно ищут, может быть, какие-то проблемы, чтобы ничего не делать. Поэтому в этом направлении работают и психологи. И мы зачастую проводим профилактические мероприятия, приглашая различных специалистов из различных областей, чтобы показать, что есть и другая жизнь. И все ж таки инспекторы, прокуроры, психологи имкнутся знайсти подыход до кожного человека, пропонуть допомогу в працевладковании, обновлении документов и многих инших аспектах. Подчас профилактической встречи проводятся приклады, которые должны мотивировать присутствующих. В тем лику рассказывают о людях, которые после вызволения зналишли добрую працу, отримывают высокий заработок и в целом изменили свой жизненный курс. Как показывает практика, конечно же, большинство из них в силу, может быть, какого-то своего склада характера, того факта, что они длительное время находились в местах лишения свободы, сами не желают. Но если вот из всего этого количества людей хотя бы два-три человека вернутся в нормальную жизнь, я считаю, что это будет очень хорошим результатом. Поэтому в этом плане нужно всячески стремиться. Мы так само будем сподеваться, что эти люди увидят нарешті, что держава протягла им руку до помощи и скористаются мягчимостью почать свое життя на новое.